всем привет это обзор на конфеты вот такие конфеты сегодня у нас будут в обзоре самое главное это которая в названии да вот видите золотой дождь golden rain по-английски да вот золотой дождь по-русски пера написано золотой дождь и и в первую очередь будем обозревать все не знаю я буду ли пробовать навряд ли ну и и сначала попробуем и вот такой вот замечательный лимон вот смотрите вообще он он видно наверно что он не желтый он оранжевый он очень такой даже пахнет вот офигенно кожура пахнет лимоном насыщенным таким и я потом вам сделал обзор него но начнем надо сразу же с конфеты вот golden rain золотой дождь сейчас даже вот упаковочку увеличу чтобы было видно что да вот золотой дождь это не обман вот видите и даже вот golden rain написано для иностранцев например если они захотят золотой дождь и на хай находится в российской федерации они могут даже вот по вот этому переводу golden rain найти сразу ну что перейдем к делу попробуем что это что из себя представляет золотой дождь надеюсь микрофон что пишет как это случилось такая кази фирма sweet life неплохо без гмо кстати если что вот тут золотой дождь он без гмо так что можете спокойно покупать sweet life если у вас такая жизнь золотой дождь ну как бы вкус я про вкус забыл совсем название представляете настолько она мощная что забываешь даже что это надо еще оценивать обозревать шесть половина неплохо но не прям супер да шесть план есть какие-то такие вот нотки переслащенности после вкуса какого-то не совсем приятного поэтому шесть половины что же дальше у нас есть о раз у нас был золотой дождь сейчас можно попробовать конфету магия да вот magic надеюсь там будет перевод бон 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 бонс фирма называется у этой уже смотрите какой подход к упаковке извините вот прямо перед микрофоном открываете наверное слышно очень громко я забываю все время что он чувствительный смотрите магия без перевода сначала показалось то что к упаковке подход хороший видите прям конфета была упакована еще в дополнительную такую вот картоночку да тут еще вот такой дизайн конфеты как бы видите тут постарались постарались видно ребята но потом смотрю во первых перевода нет во вторых посмотрите сэкономили на упаковке она полупрозрачная видно через нее видно все то есть решили вот на упаковке сэкономить добавить картон очков дизайна ой конфеты магия топ написано смотрите тоже обман обман написано магия да просто магия топ написано а снизу подписанную конфеты магия топ где же там сверху магия топ со вкусом лимона вот это я еще не посмотрел со вкусом лимона это значит будет вообще отстой ну как посмотришь магазине когда там все конфет нет кстати я думал будет хуже ну не вот она хуже подошла пятюничка кислотные такие нотки сладости неприятные ладно ничего страшно дальше пойдем у нас есть еще лунный кот дизайн мне вообще не нравится но может быть нормальный будет вкус лунный кот ну что это такое ну вообще цвета как то что за фирма sweet life опять то есть это фирма магии не очень них первая конфета была это тоже будет не очень они цвет life это это за золотой дождь поэтому нормально должно быть ну или средний фу четыре с половиной ужасный такой привкус это прям химоза какая-то как будто бы освежитель воздуха похавал ужас ну так шоколад есть вроде так нормально но это привкусы о смотрите какой вообще красочный дизайн да ну весь блестит я бы назвал sweet life даже надеюсь это фирма да вот тут все по моему этот sweet life она все делает сейчас это чурчхела такая праздничная нарядная чурчхела посмотрим что там у нее внутри как она выглядит ух ты вообще ну видно что это какая-то химоза эти как будто бы это знаете как в рпг играх слизи такие бывают только они кругленькие такие первые монстры на вид какая-то химоза и гмо ну-ка посмотрим что будет после вот этих магии я отдыхаю потому что не бьет так резко сладостью это похоже на вот эти зефирки знаете вот эти мишки резиновые но чуть не то что послаще какая-то более серединистая зернистая сладость не такая бьющая ну слушайте шесть с половиной можно дать пойдет до семер не дотягивает ладно что там по времени уже уже шесть так ну кокоберри есть не знаю короче на гребне волны давайте такое название опять светлайф смотрите светлайф он везде это вообще как будто бы это не магазин светлайфа был просто он захватил наверное это монополисты захватили все конфеты теперь только светлайф даже проверю сейчас остальные что у нас тира есть нет тира тира такой ух ты кстати там что-то дробленым арахисом десерт мини эсэн это эсэн два короче я с дроблеными какао-бобами и арахисом вот эта тира это другая фирма ну-ка есть еще мне показалось почему сначала с белочкой а это просто орех эм тут тоже демилая какая-то это вообще не поймите что слишком не на английском что ли ну короче это тоже не светлайф ох может и это тоже будет не светлайф тогда все не так пропало еще конкуренция значит есть на рынке конфет и как бы это хорошо конкуренция это двигатель прогресса как ты говоришь а это слишком мелко сладо все ребят отбой не паникуйте все на рынке конфет хорошо люди конкурируют развиваются ну пошли дальше понеслась что у нас там дальше дальше у нас пойдет на гребни волны но это последний светлайф мы его сейчас уничтожим да светлайф на гребни волны кокосовая видимо что-то такое кокосы я люблю в конфетах и в сырках ух ты и она чуть-чуть поврежденная может я так открывал ее слишком заговорился но навряд ли скорее всего она поврежденная из-за того что даже видно можно сейчас еще повредить ее немного видно что это похоже на птичье молоко а если это еще будет с кокосом это будет может что-то интересное ну-ка посмотрим так и получилось 7 точно можно поставить сейчас если после вкуса никакого неприятного нет сейчас то 7 с половиной уже такое птичье молоко кокосовое только ммм нормас-нормас ну че ладно и последнюю с дробленными какао-бобами на эту тиру да заценим что у нас что у кого что это за конфета такой маленький батончик обычный классический ничего такого ммм карамель причем видите снизу карамель вот эта нижняя часть ну она прям шоколадная вся шоколадная она не такая желтая какая-то оранжевая как обычно карамель да ой карамель крекер ну крекеры крекеры же там я чувствую что он есть ну как ну на твикс похоже только кофейный твикс ну-ка че как вообще ну 7 с половиной нормал нормал еще есть одна кокосовая ну че-то захотелось ладно еще одну это последняя точно ну это как раз конфеты глазироны с кокосовой стружкой кокоберри посмотрим как а просто прям так называется кокоберри I'm love the coco знаете песня такая есть вот уж надеюсь такой кок коку ну такая как будто бы какая-то знаете что это какая-то это знаете в шашках шашка какая-то сейчас из земли вот шашки мы слепим с тобой а папироску выкидывать не будем шоколад прям неплох такая вот начиночка чисто кокосики такие ммм слушайте это хорошая конфета ну 8 8 вкусно прям ну что там наверно коко кокс нет но вряд ли просто вкусная конфета нету кокса короче а не написан состав представляете может и есть нету состава вообще вообще кайф это неизвестность ты неизвестно что ешь ну ГМО уже наверное все короче с конфетами закончили понеслась лимончик лимон это чем крут он очень легко чистится я когда проходил мимо смотрю лежат думаю что это апельсины что ли написано лимон и подхожу прям пахнет так этими лимонами от этого ящика такой думаю ну ка возьму себе попробовал кайфанул вообще смотрите чуть чуть надрезаешь да и все он чистится вообще вот смотрите а вот так наверное да просто вот я не знаю апельсины так не чистится он вот как мандаринка чистится вообще вот вот видите как просто и ничего не остается вот этих беспонтовых всяких штук да смотрите это вообще кайф и сразу лимоном такой всю комнату отдает лимонным запахом все готово кайфец это самые лучшие лимоны которые в жизни я ел у меня уже началась вот эта знаете тема выделяется короче слюна от того что предвкушение кислого они же кислые прям вообще жесть ой 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 ну это кайф мне нравится ну ка попробуем сейчас не плохо а че если все захавать вот так просто раз минус это косточки кайф бодрил сразу так и сколько что в эти косточки все терпимо в принципе кислый конечно очень но терпимо самое сложное самое сложное это когда вот лимон обычно ешь я помню у нас был такой конкурс какой-то в школе там на каких-то праздниках или что там ну какие-то там совсем может классных шестых седьмых вечеринках вот этих вот и там нужно было съесть лимон быстрее всего самое сложное это вот эта корка корка из-за того что ты не можешь быстро переживать ты прям с коркой хаваешь очистить ты не успеешь по любому потому что там классический такой стандарт лимон который очень тяжело чистится и ты все начинают вот так хавать это очень тяжело потому что ты сразу много не съешь и это кислота не кислота вот это кислая субстанция жижи лимона она постоянно у тебя где-то во рту ты не можешь переживать проглотить и все время как бы находишься в ней поэтому это тяжело а тут бах-бах взял съел сразу весь лимон и дальше живешь себе нормально как бы дальше делаешь дела поэтому покупать этот лимон не знаю кто знает что это за сорт такой напишите в комментариях как ты говоришь да я буду знать потому что я не посмотрел там написано было просто лимон и все не помню что там было написано страна какая-то производитель еще что-то так ну чё там 15 минут уже такой обзор не маленький получился но конфет было много лимон еще был ну ладно все спасибо всем за внимание всем пока